Всем привет! С вами Ольга Чернова, сегодня 2 ноября, не далее, как вчера я начала вам рассказывать про свою диету. И вот кто захотел присоединиться, они стали уже задавать мне в комментариях вопросы. И наиболее часто задаваемый вопрос, это как сделать вот такую густую нежирную сметанку, для того, чтобы можно было заправлять блюдо не только растительным маслом, но и сметаной. И вот уже нашлись те, которые ответили, как её делать. Да, действительно, ничего мы не готовим, не нужна ни закваска, ни что. Берётся кефир, лучше всего свежий, потому что от свежего кефира приготовленная сметана, она ничем не отличается от той, которая у нас продаётся в магазине 10%, 15%. Её нужно рассортировать на 2 фракции. Вот у нас остаётся сыворотка от кефира, а вот весь этот кальций, который именно нам нужен, белок, вот этот, остаётся здесь. Я использую тоже такое же сито, как вот через которое семена, у меня их два, одним семена делаю, другим вот сметану делаю. Укладываю ткань на него вот так. Ткань можно лучше всего, как везде пишут, что или холщовую, или хэбэ, лучше натуральную. Ну вот у меня я отступила от правил, я взяла кусочек атласа, я просто несколько лет назад шила снохе платья на свадьбу, и остался вот такой кусок целый, его жалко выбрасывать. Мне очень нравится фильтровать именно через него, он очень-очень плотный, и получается, что вот эта сыворотка, которая стекает, она вообще как вода. Через хэбэ простую ткань, она получается мутная, как молочко, это как вода. Вот эту сыворотку можно использовать ещё в косметологии, там много рецептов у нас есть с сывороткой. Но вот эта сметана, она делается, никаких нам усилий не нужно прилагать. Постелили тряпку, поставили вот ситечко куда-то, чтобы стекало на стакан или на кастрюльку, налили кефир из бутылки, вот он, я наливаю, и занимаюсь, сижу своими делами. Проходит полчаса или час, я прихожу, вот так вот ещё поскребу по дну, чтобы точно уж вообще вся-вся-вся сыворотка отделилась, чтобы она такая была, как колом стояла сметана. И всё, эту выкладываю в банку, новую партию кефира наливаю, вот с одной бутылки кефира у меня получается пол-литровая банка вот такой густой, обезжиренной сметаны. Но она, конечно, не совсем обезжиренная, я уже показывала, тут вот процентность 1%, но можно даже взять 2%, с 2%, 2,5% жирность, вообще прекрасная сметана получается, вкусная такая, с молочно-сливочным таким ароматом, густая. Самое главное взять свежий качественный кефир. Всё, этой сметаной можно заправлять и салаты с томатами, с огурцами, со свеклой, вложить вот в похлёбки, в овощные, в борщи, хоть куда. Всё. Эта диетическая сметана для нас очень пригодится сейчас во время оздоровительного нашего периода.